Дровишки в темном доме серой матери приятно потрескивают и создают дополнительный уют нашему стопроцентному прохождению игры The Long Dark. Ну что же, 11 часть, друзья. Мы двигаемся вместе с вами дальше. Мы получили задание от серой матери насобирать для нее еды. Примечательно, что здесь, когда мы улучшаем отношения с персонажами, ну вот в частности, в данном случае с серой матерью, они обучают нас всяким интересным штукам. Вот сейчас мы научились делать варежки из меха кролика. Я вот здесь немножко попутешествовал по разделу меню крафта. Нам нужен набор для шитья. Удочка, высушенные шкуры кролика и высушенные кишки. Вот интересно, как сушатся эти шкуры и кишки. Наверное, нужно их просто оставить где-то в доме. Я сейчас буду это узнавать вместе с вами. А мы получили на карте тайники в Милтоне. Помните, когда мы дали нужные вещи серой матери в прошлый раз? Она рассказала нам об этом тайнике и также о том, что кто-то хранит где-то хорошо спрятанный пистолет. Ну, в общем, все это мы будем сейчас с вами искать в этой части. Так, ребят, у нас основные параметры отличные. Здесь спокойное такое утро. Хорошее, безветренное. Посмотрите, как леет заря. Ну, это восхитительно. Мне так это нравится. Вокруг сплошная тишь. Где-то далеко только слышно карканье ворон или какой-то другой птицы. А так, благоденствие. В этой атмосфере мы движемся. Так, мы на карте не отмечены, поэтому давайте сначала отправимся вот сюда. Нам нужно дойти до двух разрушенных домов. А я вам расскажу, что я нашел с помощью гвоздодера. Я сохранился. Конечно же, сделали прекрасную возможность сохраняться. И это я сейчас говорю с сарказмом. Это ужаснее придумать нельзя было. Теперь вообще никаких проблем нету записаться, пойти посмотреть, что там и вернуться. Я так и сделал. Я записался, пошел в начало, пооткрывал гвоздодером багажники машин. И все, что там было в одной из машин полезного, это хорошие такие лыжные ботинки. Но пока я тут дошел, я потратил вообще все напрочь. Все основные характеристики свои. Волки меня поели. И они еще были целы всего на 35%. Плюс ко всему еще и замерзшие. В общем, оно того вообще не стоило. Поэтому я загрузился. Тут овчинка выделки не стоит. И я вернулся пока что сюда. Может быть мы за этими ботинками сбегаем немножко позже. Так, и тут у нас очередной дом. Можно нарезать кучу металла, бумага. Я все это не беру, так как это уже нам совершенно сейчас не требуется. А вот горючее я возьму. Хочется, конечно, эти кишки, которые мы из животных выпотрошили, высушить. Собрать все ингредиенты и набор для шитья, который мне очень нужен. И эти варежки связать. Ну, а от черной, от серой матери мы можем еще получить два каких-то бонуса. Две примочки. Улучшая отношения с ней. Так что будем это делать. Безусловно. И у нас с вами все получится. Так. Еще какой-то домик. Вот его я, по-моему, еще тоже не исследовал. Сейчас будем смотреть. Ну да. Как видно, здесь я не был. Тогда побываем. Заодно согреемся. Давайте здесь в выдвижной ящик положим эти кишки. И оленьи шкуры. Так. Вот так. Это у нас ткань. Целые 5 килограмм ткани носим. Ну, я, конечно же, хочу пустить ее в преимущественном большинстве на починку. Тем более, что с каждой серией обоснованность починки все выше. Однако, никак нет у нас этого набора для шитья. Это плохо. Так. Ну, здесь все, все, что нужно для растопки, для костров. Все это я пока пропускаю. Пропускаю. В этом доме какой-то бардак такой. Видимо, жители покидали его спешно. Вот такой. Оставили здесь беспорядок. Это мост Милтона. Может быть, здесь жил художник, который его нарисовал. И повесил у себя. Но узнается сразу. Банка отсыревшего корма для собак. Воняет, но лучше съесть это, чем умереть с голоду. Наверное, свежая банка корма для собак. Собак. И то лучше кормят. Пыльная банка томатного супа. Густой суп со сладковатким запахом. Он горячий, греет даже душу этот суп. И голод прогонит. Пусть недолго. Металлолом. Что-то из него мы сможем сделать. Однозначно апельсиновое. Содовое. Слушайте, здесь прям Чаще что-то есть в ящиках, чем нет. Залежалый злаковый батончик. Супер. Столько еды. Это всегда хорошо. Поэтому я еще раз сохраняюсь. Учитывая, что вот последние разы Наша программа для записи любила крашиться. Радио не работает. А здесь лайтхаус. Маяк. Такой просто Синий-синий Зиме. Вот Интересно, мы побываем в этом месте? Что может быть в пластмассовом контейнере под кроватью? Ключ от банковского сейфа. Ключ от банковского сейфа. Откроет один из сейфов банки. Что у нас тут? Отлично. У нас обновлен журнал заданий. Мы нашли ключ. Вот побочная линия. Слушать. Есть побочная линия. Вот это интересно. Я даже туда не заходил. Итак, найдите и используйте ключи от банковских сейфов кредитного союза Милтона. Серая мать настолько прониклась к вам доверием, что рассказала о сигнальном пистолете, спрятанном у соседа. Его стоит отыскать. Это хороший способ отпугивать волков. И тайники в Милтоне, чувствуя, что грядут сложные времена, предусмотрительные жители Милтона устраивали в городе тайники с припасами. Найдите записки, которые укажут их местоположение. Следуя инструкции Серой Матери, найдите тайник с припасами. Ну вот мы сейчас как раз и отправились искать тайник с припасами. Единственное, что это обидно, что мы не видим себя по карте. Так, воду из туалета пока не пьем. Здесь происходит автосохранение. Спортивные носочки мы забираем. Они лежали в ванне, значит предназначались скорее всего для стирки. Несвежие, несвежие. Но нам ли выбирать между выживанием и свежими носочками? Не думаю. Какая хорошая погода сегодняшним днем. Я вышел куда-то на задний двор. И мы уже подходим к месту. Вот еще домик. Надо будет еще и все тщательно обыскать. Эту машину, по-моему, не вскрывали. Вот здесь вот должен быть этот тайник. Давайте начнем с машины. Тайник в Милтоне. Записка, найденная в брошенной машине Милтона. Привет, подруга. Ворчун из касатки забыл закрыть заднюю дверь. Так что я заглянул внутрь и захватил кучу всего полезного. Думаю, в дороге все это очень пригодится. Жду не дождусь, когда мы с тобой доберемся до большой земли. И, наконец-то, будем вместе. Встречаемся завтра, как и договаривались. Я припрятал все, что успел стащить около упавшего дерева в болотах за церковью святого Кристофера. Помнишь, как мы как-то раз сидели там с выпивкой твоего папаши? Угу. Это письмо адресовывалось девушке, судя по всему. И в нем также говорится о тайнике, о котором рассказала серая мать. Зачем открывать бензобаки машинам? Вот неужели можно будет их заправлять и ездить на них? Ткань. Я снова сохраняюсь, чтобы никакой ошибки с этим тайником не учудить. И он должен быть где-то здесь. Вот это он, что ли? Да, такой маленький тайничок. Нашел. Здесь антибиотики. Антисептик. Энергетический батончик. Подзарядитесь. Шоколад, орехи. Очень полезно. Да, я иногда перед тем, как ходить на турник, что-то подобное употребляю. И я люблю такие батончики. Обезболивающие. Бутылка обезболивающего. Чтобы снять боль при травмах, вот этого не было. Ну, собственно, я ожидал от этого тайника чего-то гораздо большего. Но ничего. Тем не менее. Соберем шиповник. Тайник найден, а это значит, что в побочной линии найдите тайник с припасами. Есть еще один тайник. Следуя инструкциям записки, найдите тайник. Вот оно что. То есть, речь идет о разных тайниках. Это вообще здорово. На карте он появился. Вот он. Мы за ним пойдем. Ну, сперва, конечно, свет в ночи еще у нас есть. Начнем по порядку. Со света в ночи. И закончим тайником за церковью, где они распивали вкусное, наверняка, вкусное было вино. Так, а здесь лежащий труд показывает, что мы здесь уже орудовали. Давайте. Кто-то страшно выл в ночи. Только у нас уже в дни. Давайте съедим. Вот так. Попьем дички. Вот так. Так что у нас с оленем мы можем выделить шкуру и кишки. Ну, один час потратим на это. Очень быстро замерзли. Нужно согреться. Я все-таки думал, что так быстро не замерзнем. Ладно, сейчас согреемся. А пока смотрим по карте. Похоже, что мы в правильном месте. И где-то здесь этот пистолет можно найти. Наш герой мерзнет. Все-таки, наверное, надо пойти согреться. Потом поищем. Вот он и домик, который я хотел облюбовать. И пока в нем пообитать. Пока не вернутся жители. Но вернутся ли они сюда? Это тоже вопрос. Старина Макдемит, наверное, спрятала его где-то здесь. Интересно, о чем это он? Говорит ли он о пистолете? Может быть, он правда здесь где-то? Ну-ка, еще раз воспользуемся картой. Но да, скорее всего, что знак это не за домом, а в доме. Я как раз смотрел, думал, что это где-то за домом. Следует ли нам осматривать всякий раз еще те же самые полки, которые мы уже осматривали? Я не знаю, честно говоря. Потому что у нас даже нету ничего для того, чтобы сделать огонь в камине. Книги только две. Это плохо. Я не знаю, появляются ли здесь предметы квестовые уже в обыскиваемых ранее местах. Либо они там лежат. Их можно было найти раньше. Пока не знаю. Но знаю то, что The Long Dark великолепно просто. Мне она очень нравится. И дополнительные задания есть. Я всегда в играх дополнительные задания люблю больше основных. Так, 32 минуты. 32 минуты будут гореть. Может, еще где-то найдем какую-то... Книги, деревяшки. Давайте посмотрим быстро. Да, вот здесь есть книги, кроссовки. Слушайте, я же, по-моему, это все собирал. Вот странно. Вот уж странно. Появилось. У меня то же самое было в церкви. Как вы видите, здесь я был. Но, судя по всему, вещи эти все появились. Наверное, потому что сюда добавился квестовый предмет. Может быть так. Так. Можно почистить шиповник. Пока есть огонь. И так немножко согреться. А теперь приготовить его, если успеем. Отлично. Ну, хорошо. Давайте еще раз осмотрим все-все здесь. Чтобы найти этот самый хорошо припрятанный пистолет. Может быть, где угодно. За каким-то камушком в дымоходе. Или же за какой-то тумбочкой в тайнике, в стене. В общем, везде. Я понятия не имею, где он. Так что мы зашли не совсем с того входа, с которого обычно. Обычно заходим отсюда. Вот. Тогда начнем, друзья, отсюда искать. Помним, что у нас здесь лежит труд. И вообще, этот дом мы облюбовали. Нужно будет кишки потом перенести сюда. Ну, вряд ли, конечно. Вряд ли он лежит так банально где-то в ящиках. Оставлю их пока. Если не найду, то потом буду... Давайте факел возьмем. Мы успеем взять факел. Ага, а факела взять-то и не с чего. Вот теперь есть. Вот, с факелом тут как-то веселее все это искать. Так, за телевизором там в углу ничего. Открывать его вроде бы так не видно на первый взгляд. Если отойти подальше... Нет, все-таки тут все чисто. Так, у нас происходит автоматическое сохранение. Такая-то неизвестность. Может быть, где-то в бачке унитаза. О! Обыскать тайник. Сигнальный пистолет. Для запуска сигнальных ракет в воздух. Стреляет факельными ракетами. Кстати, у нас есть несколько факельных ракет. И еще есть. Мы все забрали. И тем самым журнал заданий обновили. С дополнительных заданий. Свет в ночи у нас закончен. Отлично. Значит, ключи от банковских сейфов в Милтоне. И тайники в Милтоне. Один из них возле церкви. Туда мы отправимся. Так, но нам нужно уже думать о том, чтобы отправляться на покой. Давайте выпьем воды. И съедим залежалый злаковый батончик. Все, а теперь можно сохраниться. Пока он горит. Нужно разогревать, смотрите. Тоже интересная возможность. Сейчас его и выпью. Разогретый. Чай из шиповника. О, бонус согревания. Супер. Все, теперь еще раз сохранимся. Раз уж нам дали эту возможность. И давайте посмотрим, что... Куда мы можем двинуться далее. На заправку идти далековато. Раз уж мы пошли по тайникам, то можно попробовать сходить к церкви. И там же заночевать. Для этого, конечно, потребуются доски, чтобы там развести огонь. Погреться. Возьмем немного... у дома серой матери. Дым идет. Идет. Но слабенький. Как и положено, поскольку там... мы не сильно натопили. Ух ты. Наверное, это машина банкира. Жаль, что в этой... там... тайнике не было... набора для шитья. Я все... жду-жду. Когда же он нам попадется. Ни разу еще под козырьком ничего не попадалось. Интересно, может быть, это как с бензобаками? Нет особого смысла все их открывать. Возможно, бензобаки открываются для того, чтобы слить из них часть топлива вот в канистры, которые мы носим. Может быть, и так. А вот и банк с нашим костром. Помните, как у нас тут все было? Давайте откроем ячейку, от которой мы взяли ключик. Так. Так, так. не отсюда ли он? Давайте немножко помиксуем. Неплохо. Слушайте, а где же эта ячейка? Может она? Посмотрим Давайте посмотрим, как он выглядит Пистолет Можно целиться Ничего себе, супер Мне нравится Но все-таки мы не за этим Мы за ключом А с ключом все Вообще не совсем понятно Он вообще у нас в инвентаре Либо где-то в другом месте Что собственно написано в заданиях Откройте банковский сейф номер 7 Найдите и используйте ключи от банковских сейфов кредитного союза Милтона Так, но Я думаю, что мы все-таки в правильном здании находимся Воду из туалета уже все выпили здесь Ну где ячейки? Это нам может пригодиться в церкви Так Здесь ячеек нет в этой комнате Отдвинемся далее Здесь есть ящики, но они даже не кликабельные И туалет В этой комнате у нас, ребят Есть залежал соленый крекер Сухой соленый крекер вызовет жажду Положим его серой матери Вот, наверное, вот это А нет, это гвоздодер Антисептик Поношенные берцы Ботинки, созданные специально для военных Жаль, что не для холодов Сверхпрочная кожа с хорошей поддержкой голения Защищает от укусов животных Но в них будет прохладно Ну, берцы это круто Их опять же надо ремонтировать Еле на ногах держится, парень Открыть кассовый аппарат уже открывали Шкафчики Открывали Сейф открывали Наверное, это вот в банковском хранилище Все эти Все эти ячейки Логично, что они там И сначала нужно открыть банковское хранилище Здесь еще вот сломанный металлический пульт управления Тоже ножовкой его распиливать Поэтому Нужно отправляться в Церковь Наш спальный мешок Давайте здесь пока выложим 2 килограмма В виде берцев Вот так мы сможем бегать И пойдем посмотрим, что в тайнике в церкви Но пройдем через домик серой матери Для того, чтобы Соленого крекера и положить В холодильничек Так, а погода начинает портиться к вечеру Посмотрите, как уносит дым Срывается ее крыша Здравствуй, матушка Для тебя у нас еда Крекер И Можно положить Попахивающую оленя Но она уже распахлась Так Вот так И нам легче Спать ли и тилия Я думаю, стоит А вот сейчас так Срабатывается хранение Стоит записаться И попробовать пойти еще Чтобы успеть за этот день Найти тайник там В церкви Идти здесь не так далеко Вот Как вы думаете Почему церковь построена За городом Обычно В таких городишках Она наоборот Должна быть в центре Где-то Либо же Вот В конце Как бы Увенчивая Панораму города Но нет Она здесь Далее Дальше Есть ли в этом Какая-то Скрытая тайна Быть может Таким образом У местных жителей Вырабатывалась Самоотверженность Что Не просто вышел из дома И добрался быстро В церковь А Долгая дорога Хотя автомобили Были у многих Вот Через заснеженную местность Я вижу Гриб Рейша Это очень похоже На Илью Борейшу Который Когда-то Играл Что Где Когда А потом Исчез Загадочным Для меня Образом Но Вот Гриб Борейши Заберем Так Насколько Оно отдалено От церкви Не слишком Отдалено Но привет Красавчик Давайте возьмем Как раз наш Сигнальный Пистолет Здорово Хорошо Хорошо И след Простыл Надеюсь Он не вернется Быстро Так Мы заряжаем Следующий И пока Убираем Спать Очень сильно Усталость Накапливается Спать Хочется Есть ли у нас Кофе Нет Кофе Нет Ну Может Еще Хватит Но Шарахнула Так Неплохо Сигналка Я Когда Катался На велосипеде Я Собак Отпугивал С помощью Электрошока Обычного Он так Трещит И они Тоже Боятся Потому что Если кто-то Из вас Велосипедист То наверняка Знает Как Собаки Любят Хватать За ноги Того Кто едет На велосипеде О Тут уже Кролики Пошли И вон Тайник Я его Уже Вижу Я его Уже Вижу Это Очень Хорошо Ага Вот Оно Где Топливо Для Фонаря Когда Мы Уже Сделаем Шприц Первой помощи Шприц Для введения Стероидов В чрезвычайной Ситуации Дает Краткосрочный Заряд Энергии После этого Вы упадете В обморок Из-за Переутомления Используйте Как крайнее Средство Ну это Чтобы Где-то Себе Вколоть И Нравится Больше Определенно Я хочу Сразу Сохранить Игру И что Сейчас С помощью Этого Набора Для шитья Я отремонтирую Всю Свою Одежду Плюс Сейчас Появляется Смысл Сбегать За теми Вот Ботинками Которые Там На мосту В одной Из машин Спрятаны Так Собрать бы Веточек Еще Нам там Топить Нечем Набор Для шитья Еще Наверное Должен быть Набор Какой-то Для ремонта Потому что Топор Чинить Гвоздодер О Церковь Днем Как Редко Мы Тебя Видим Дневное Время Обычно Мы Здесь Спим Отдыхаем Ничего Нету Из Досок Хотя В принципе Здесь Согревается Герой И Без Огня Все Так Я Разведу Я Хочу Сделать Чаек Чтобы Засыпать Выпив Чашечку Теплого Чая Я Кстати Только Что Пил Чай Травяной Да Не Удается Попылка Номер Два Может быть В тех Лыжных Ботинках Нашему герою Будет легче Передвигаться По снегу Я не знаю Но Взять их Все-таки Хочется Даже Точно Не помню В какой Из машин Они Лежат Хорошо Так Чай То Что Нам Нужно Для того Чтобы Отоспаться Хорошо Ну а Потом Я Займусь Ремонтом Одежды Ребят Все Это Сделаю Уже В Нечасти Сколько Нам Нужно Чтобы Хорошо Отоспаться Вот Например 8 Часов Этого Хватает Для того Чтобы Полностью Восстановиться Давайте Вместе Эксперимент Проведем Нет Не хватает В таком Случае 11 Часов И это С бонусом К отдыханию Правде Говоря Я и сам Люблю Хорошо Поспать Но Не могу Себе Позволить Такую Роскошь Как Спать По 12 Часов Так как Мне нужно Делать Для вас Прохождение На 100 Процентов И я буду Для вас Их делать Как раз Хотел Объявить О том Что Эта часть Прохождения Завершается Но игра Для нас Только Начинается Будет еще Много частей Интересного Прохождения The Long Dark И не только И других Игр Поэтому Если вы Смотрите The Long Dark То можете Пойти Посмотреть Другие Плейлисты Которые Есть на Канале Пока ждете Выхода Свежих Частей Этой Игры Наверняка Найдете Для себя Что-то Интересное На VirtuaZilla GameWorld Всегда Можно найти Что-то Интересное Приходите Почаще Субтитры 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 Продолжение следует...